Школа на улице Возрождения готова почти на 50%. Рабочие занимаются кладкой наружных и внутренних стен, а также перегородок. Готовятся закрыть периметр одного из корпусов. Как идут работы на объекте, проверили губернатор Олег Кувшинников и мэр Вологда Сергей Варапанов. Очередной контрольный срок проверки готовности объекта. Самый, наверное, важный крупный социальный объект города Вологда этого года. Бригады параллельно выполняют разные виды работ. Идет установка профиля и утепление минеральной ватой фасада. Специалисты монтируют наружную теплосеть. Уже готов и смонтирован тепловой узел. Сейчас мы это основание ликвидируем за счет совмещения всех работ. На стройке одновременно работают посадчики, кровельщики, камещики, сантехники, электрики. Около 100 человек работают сейчас здесь рабочих. Порядка 18 КАМАЗов, 4 трактора. 15 февраля подрядчик планирует закрыть корпус основного здания. С 1 апреля бригады приступят к отделочным работам. Школа рассчитана на одну тысячу мест. В двух корпусах будут обустроены учебные классы, мастерские, современный информационный библиотечный центр, два спортзала, актовый зал. В этой школе уже другие площади. То есть кабинет химии почти 100 квадратных метров. Во внутреннем дворе будет своя площадка для проведения мероприятий. Дети начальной школы, которые будут заходить через отдельный ход, смогут в этом дворе гулять на переменах или после занятий. У нас шикарный второй корпус, в котором будут шикарные залы. Такого зала я по такой площади в стране пока не видела. 845 квадратных метров. То есть зал делится на зоны. И в одном спортивном зале может заниматься одновременно три класса безопасных условий. Один из самых больших актовых залов, где можно проводить концертные мероприятия. Актовый зал у нас почти как в ДКПЗ. В школе смогут обучаться 40 классов. Шесть из них первые. Обучение будет проходить в первую смену. Из предполагаемых примерно 70 педагогов, ну почти две трети у нас уже есть. С 1 марта мы начинаем прием заявлений от родителей, в котором они выразят намерение перевести ребенка с 1 сентября 2022 года в нашу школу. Напомним, что в 2019 году глава региона обратился к президенту России с просьбой поддержать строительство школы в Вологде. Предложение было поддержано. Стоимость работ по контракту 869 миллионов рублей. Строительство идет в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Задача строителям ставится все-таки выполнить контрактные сроки, чтобы 1 сентября дети пошли в школу. Это самая главная основная задача. Необходимо бросить все ресурсы на реализацию этой задачи. Подрядчик понимает эту ответственность. Держим на контроле в еженедельном режиме. Необходимость в новом образовательном учреждении возникла давно. Но с каждым годом количество школьников в Вологде возрастает. Так в прошлом году в школы пошли почти на 1600 детей больше, чем годом ранее. Таких школ мы, наверное, еще не строили. Хотя за последние 6 лет введено в эксплуатации 7 новых образовательных учреждений Вологодской области. Создано 4000 мест в школах. Я дал поручение мэру города подготовить пакет проекта смертной документации и приступить к объявлению конкурсных процедур на строительство еще одной школы на 1224 места на улице Сергея Применина. До 2024 года включительно в регионе планируется построить еще 3 образовательных учреждения. Это начальная школа в поселке Депо Ватигорского района, школа в 106 микрорайоне Череповца и школа в микрорайоне Бывалого в Вологде. Полина Салата, Михаил Протасов, Вологде РФ.